Привет, друзья! Этот выпуск новогодний. Я, как и начало, знакомлю вас со своим домашним питомцем. На самом деле, Рэму уже не терпится попасть в кадр, поэтому давайте обо всем по порядку. Это наша любимая немецкая овчарка. Зовут его Рэм. Ему совсем недавно исполнилось. Три года. Он у нас мальчик молодой. У нас всегда были немецкие овчарки, но предыдущие две, к сожалению, умерли от заболеваний. У нас собак очень любит папа. И Рэм слушается только его. Он никого больше не признает. Конечно, он понимает команду. Он очень смышленый, он очень послушный, умный пес. Но не всегда ведет себя достойным образом. Если рядом находимся я, мама, брат или бабушка, он слушается только отца. Готов? Иди! Он у нас очень игривый. Живет в вольере, всегда гуляет на открытом воздухе. Он любит очень плавать и заниматься спортом. Одна из его любимых игр. Это игра в футбол и волейбол. Специально командам мы его не обучали, но он, в принципе, все понимает. Лапу. Молодец. Голос он у нас не понимает. Можно попробовать командовать, но, скорее всего, он на меня напрыгнет. Рэм, голос. На, иди в баню, он говорит. Держи. Молодец. Он знает команду «Место». Вот сейчас я могу вам это продемонстрировать. Рэм, место. И он идет себе спокойно в вольер. Молодец. Еще он знает команду «Гулять». Пошли гулять. И вот, пожалуйста. Рэм у нас очень любит бегать по сопке, гонять белок и межей. Вот он сейчас уже просится. Но я, дабы не гонять нашего оператора, далеко не пойду. Далее в выпуске. Домашнее животное главного редактора «Восьмого канала» Сергея Савина. У него живет шарпей по кличке Мушу. Он любит спать и храпеть. Харек Дюфо, ведущий и корреспондента Анны Бережной. Ее зверек исполняет «Танец войны» и обожает воровать чужие вещи. И кошка Настя, коммерческого директора Юлии Брылевой. Ее четырехлапая подружка не может жить без Егорки и проводит с ним все свое время. Ну, моя Роза. Все, моя Зяка. Все, моя Зяка. Вообще, шарпеи были когда-то боевыми собаками. У них вот эта вот шкура, как панцирь защищающий. А потом они стали... Дело было 31 июня. Я лежал на пляжу, на шамере. Как я сейчас помню, было жарко. И почему-то мне взбрело в голову, что я хочу собаку. Там все были с собаками, с различными баллонками, лайками и так далее. Но где моя собака? Открыл фарпост. У меня был до этого мопс одно время. Ну, пришлось расстаться по причине того, что там работа, разъезды и так далее. И вот вторая собака, которая популярностью в моем топ-листе, это были шарпеи. Все говорят, что поворода такая аллергичная, поскольку она все-таки выведенная, да, как бы неестественными всякими путями. То есть подвержена всяким заболеваниям, как и многие другие. Ну, и вот чтобы этих заболеваний максимально постараться избежать, надо не смешивать еду. То есть вот уже 7, ну, 4-5 месяцев мы кормимся только одним сухим кормом и водой. Ну, не без колбасы, естественно, не без кусочничества, потому что попрошайка жуткий. Он никогда не лаят. Практически никогда вообще еще за всю жизнь он не лаят. Ну, только когда я ему опять чего-то не дал, он проявляет голос. Он практически не рычит. Ну, только если я его не раздраконю, ему надо откусить мне руку. А самые характерные звуки для него – это храп и хрюканье. Поведение дома, ну, почти душка. Еще бы только не таскал ботинки на диван, не раскладывал. Не знает, чем он мотивирует это. Но он их не грызет. Это меня радует, только обсасывает. Осталось только их мыть постоянно, поскольку они в любом случае оказываются на диване. Дома, в принципе, адекватная собака. В доме у него есть, естественно, свое место, на которое он забил уже давно. И откровенно. Там он только иногда обитает, когда он чем-то недоволен или ему жарко. А остальные места – это все-таки уже диван. И уже невозможно скинуть, потому что это животное для себя вывело такую закономерность. То есть, если в доме темно, и, наверное, какое-то время никто не проявляет активность, можно залазить на диван, все равно никто ничего не поймет. Я никогда не знал, что собаки умеют проспевать. Они, оказывается, умеют. То есть, мы уже с этим столкнулись. Я никогда, конечно, сильно так не следил за глазами, за ушами. То есть, за ним надо следить. Глаза у него перманентно слезятся. То есть, это и есть такой момент. И вот этот вот налет надо чистить, капать. Ну, а уши просто надо чистить, что иногда кто-то забывает делать. У него характер подстраивается под мой. То есть, мне вот не до него он не лезет. То есть, пару раз полез, понял, что не выгорит общение сегодня. Пошел сам с собой, развлекся или просто уснул. Ну, а если гуляем, бегаем, веселимся. Иногда даже друг за дружкой бегаем. Иногда вот палочку кидаем, но я за палочкой бегу чаще. Будешь такую? Да. Виси. Он не понимает ласку. Вот были собаки других знакомых, то есть, да, там, которые начинают зализываться, там, прям ласчатся. Этот нет. То есть, этот проявляет свою, ну, как мне кажется, нежность и любовь только тем, что он начинает кусаться. Ну, то есть, понятно, что там мы уже выучили слово нежнее, и тогда, естественно, укуса получается менее, как бы, болезненный. Но вот как-то так. Даже если вот долго отсутствую, приезжаю, то есть, сперва да, мы жопой вертим, а потом мы начинаем все-таки покусывать. Субтитры подогнал «Симон» Я держала, не держала, а гладила хорька в университете. Мы с тобой учились. Я тогда с тех времен запомнила, что он очень сильно пах. Пах – это, конечно, мягко сказано. Вот. И все. И потом, ну, я знала, что держат дома хорьков, но, тем не менее, как-то была далека от этого. Хотя зверьки, конечно, очень интересные, они необычные. И понятно, что это не кошка, не собака, а такие совершенно, ну, можно сказать, наверное, дикие, с одной стороны, ребята. Но с другой они, конечно, и человека очень любят, потому что, вот видите, дюфо сейчас хочет спать, он прижимается, лежит на руках. Казалось бы, это существо, оно просто не может ничего, кроме каких-то милых действий совершать, да, такого серьезного. Но на самом деле у дюфо еще есть очень большие зубки, да, и он может достаточно сильно укусить. Что, собственно, практически и произошло во время нашей с ним первой встречи. Я, конечно же, как, повторюсь, любитель животных, первым делом он лежит периодически в клетке у нас, когда приходят гости, незнакомые люди. Это вот сейчас мы его держим на руках, но обычно он у нас закрыт, конечно, потому что он все пробует на зуб и, соответственно, пытается, ну, укусить, потому что у них так принято в природе. Живет он у меня уже четыре года, тебе же четыре года, ой. Почему ни собака, ни кошка? Потому что собака и кошка – это неинтересно. Хорек – это такое животное, ну, как, в принципе, наверное, и все животные, которые сам себе придумывают игры, исходя из возможностей на данный момент. То есть если где-то валяется какой-нибудь пакет, то это, разумеется, начинается игра с пакетом, будет там валяться бутылка – будет игра с бутылкой, будет там валяться тапок – будет игра с тапком и так далее. Но на самом деле ему очень быстро все надоедает, чтобы он не находил, чтобы он не начинал играть. То есть это буквально занятие на несколько минут. Редко бывает такое, что он вцепится в тапок и полчаса с ним будет проводить время. Одна из его любимых игр – это, как это назвать, воровство, наверное. Его главная задача – это залезть куда-нибудь туда, куда нельзя залезать, там что-нибудь очень быстро свистнуть и утащить куда-нибудь. Желательно так, чтобы мы это все дело не нашли. У нас много таких было случаев, когда я наушники свои искал несколько месяцев, а потом нашел их в уголку под диваном. Там же я нашел нафтезин, там же я нашел еще много очень интересных вещей. То есть он стаскивает все в один угол, видимо, боится, что мы заберем. У него, как говорит Олег, и я с ним абсолютно, наверное, соглашусь, есть два состояния. Это состояние гиперактивности и состояние вот такое, состояние сна. То есть, конечно, он очень много тратит энергии. Он, например, может очень забавно бегать, 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 играть, что-то изучать, постоянно копать, искать какие-то вещи интересные. Причем интересная для него именно та вещь, которую нельзя трогать. Вот если ты начнешь у него ее забирать, он пока не добьется того, что он ее хоть как-то достанет, он будет это пытаться делать. Я бы сказал, что это очень непривередливое животное. За всю нашу четырехлетнюю историю мы болели только один раз. Обязательно прививки, разумеется. Даже если хорек не гуляет по улице, все равно нужно делать прививки, потому что вы на ногах приносите всякие микробы, не знаю, болезни с улицы домой, которые он может подхватить. На улице гуляем, гуляем летом. Зимой ему не нравится. Мы пробовали выйти с ним зимой. Он до сих пор вспоминает этот день. Он просто, не знаю, увидел снег, встал и обратно забежал к нам на руки. И всем своим видом сказал, пойдемте домой, ребята. Что это за белая, холодная, непонятная вещь. Любит траву, в ней там что-то копошится. Регулярно бывает, пытается своим запахом что-то на души. То есть, не знаю, там, какая-нибудь лавочка, он может к ней подойти и начинает своей шерстью тереться об нее. И потом дальше бежать куда-то. Очень любит убивать. Убивать свои игрушки, бутылки всяческие. И, в общем, то, что для него, как ему кажется, является такой добычей потенциальной. Вечная тема, чем кормить хорька. И пестрит, наверное, весь интернет. Все друг к другу впиваются в горло, кто прав, кто виноват. Зачастую, и, наверное, самое правильное, хорьков кормят, по крайней мере, у нас в стране, кошачьим кормом для котят. С высоким содержанием курицы. И только премиум класса, то есть дешевые корма, ни в коем случае ему не давать. Хотя существует корма для хорьков, ну, я лично их в лаборатории не проверял, но общество заявляет ответственно, что это не очень хорошие корма. В основном они содержат какие-то непонятные добавки, какую-то кукурузу и так далее, то, что хорьки, в принципе, не едят. Ну, я просто уверен, что мы с моим хорьком похожи. Вот честно. Потому что мы просто обожаем спать. Мы просто обожаем делать какие-то непонятные вещи. Я всю жизнь их делаю, Ихарек. Мы всю жизнь делаем какие-то непонятные вещи. Да нет, честно, похоже. Точно так же люблю балдеть, когда меня мнут. Люблю спать. Но я думаю, конечно, каждый человек это любит. Ну, нормальный человек. Но я в особенности, скажу так. Если бы я была в дюфоне, я бы пожелала почаще кусать маму. Что ж, очень ему хочется укусить меня часто. Это вот сейчас он такой делает вид при камере, что он такой любящий парень. На самом деле любит он меня на зуб пробовать. Но если так серьезно сказать, то, конечно, я бы пожелала, чтобы мальчики и девочки никогда не болели. И взрослые дяди и тети тоже никогда не болели. Всем счастья, здоровья, хорошего Нового года. Ну и, конечно, я бы пожелал для себя все-таки залезть на мамин туалетный столик, посмотреть все баночки и скляночки, чтобы мне почаще давали бананы. Ну и, может быть, почаще давали играть бутылкой. Она добрая, хорошенькая и милая. У нас Егор с самого раннего детства большой любитель котов. Егор очень хотел кошечку, и даже мы с ним загадывали желание на звезды, где он просил, чтобы звездочки, пожалуйста, купите, мама с папой мне кошечку, я ей очень хочу. Но однажды мы отмечали Егора день рождения на базе отдыха. Находились там несколько дней. Вот Настя, она не очень любит сидеть на руках, к сожалению, но она по желанию и очень сильно лезет, Настя. Ужасно. Мы сейчас это исправим, прополюсосим Настю. К нам в номер прибился котенок, и все время пребывания там на базе он у нас жил. Мы его отправляем погулять, он возвращается обратно к нам. Однажды он заходит, и я говорю громко так, ну, здрасте, Настя. И Егору это понравилось, он захохотал, и когда мы уже по возвращению с базы решили, что да, нужно взять котенка, мы взяли кошку и назвали ее вот «Здрасте, Настя». Ну вот. Здрасте, Настя! На самом деле, Настя – это уникальная кошка, уникальнейшая. Она очень добрая, очень. Несмотря на то, что она с Егором живет уже полтора года, и Егор, когда мы ее только привезли домой, он считал, что Настя – это игрушка, с которую можно пеленать, закутывать, купать, укладывать. Она героически все это терпела, и мы даже в какие-то минуты жалели о том, что мы завели Настю, просто было жалко ее, постоянно ругали Егора и наказывали. Но, несмотря на все это, она безумно любит Егорку и спит с ним везде, и кушает с ним, и в душ с ним даже залазит и сидит, ждет его, когда он помоется. Наша Настя ест самый дорогой корм, который вообще продают. Либо это связано с тем, что мы ее избаловали, и изначально ей такой корм предлагали, либо это какие-то издержки вот этой вот породы. Вот видите, у нее такой вот здесь хохолочек? Видите? Дерочка, видишь? Да. Этот хохолок торчит все время, что бы ни случилось, покупали бы ее, расчесали, и залезали бы. Вот он вот все время раз, и вот так вот поднимается. Так что, если что, мы нашу Настю по хохолку узнаем, где бы она ни была. Вот и подошел наш новогодний выпуск к концу. А я напомню, что проект о животных мы запустили в октябре. За это время вышло 6 программ. Все самое интересное впереди. Оставайтесь с нами и любите своих усатых и хвостатых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова